жить пролог проверни его если хочешь убить меня лезвие меча пронзившего сердце мужчины дернулась в конце своей короткой жизни мужчина надменно просил добить его женщина в руках которой был меч провернула его не говоря ни слова рана в груди открылась и оттуда хлынул поток крови но мужчина не издал ни единого стона ты такая красивая но я так и не смог заполучить тебя он медленно поднял руку чтобы коснуться лица женщины кровь на его пальцах испачкала ее щеки но лицо женщины не выражала никаких эмоций она была такой же холодной и непоколебимой как и прежде когда он влюбился в нее это было прекрасное зрелище достойной конца его жизни на лице мужчины появилась легкая улыбка а затем он произнес свои последние слова проклятая сука уф никаких багов я вздохнул глядя на экран и еще раз просмотрел настройки этого персонажа деклин фон грахан юклайн склонность зло стартовая профессия старший профессор стартовая мана 3357 качество маны класс 6 способности тип магии управление элементы земля огонь особенности 6 характер 13 деклин один из промежуточных боссов игры поскольку он важный злодей с широким спектром разветвленных сюжетных линий раньше возникало много связанных с ним багов но к счастью на протяжении всей игры он вытворял множество хитрых и подлых вещей поэтому умирал довольно рано на этот раз причиной его смерти стал меч невесты хэм у джин я собирался запустить очередной тест но услышал знакомый голос окликнувший меня по имени обернувшись я увидел хорошо знакомое мне лицо ах юара даже без макияжа ее глаза казались большими а длинные волосы красиво переливались на свету этой женщиной наделенной такой красотой было юара она глава моего подразделения я раньше встречался с ней нет точнее она со мной встречалась как там тестирование я пожал плечами все еще занимаюсь этим юара молча кивнула окинув ее взглядом я заметил новое украшение на ее шее и не произвольно надул губы как у тебя дела кстати а ну нормально юара тоже пожала плечами так уж вышло что мы переняли друг у друга некоторые жесты за то время пока встречались я бы даже сказала что все хорошо хэм в ответ я лишь хмыкнул и бессмысленно постучал пальцем по мышке я слышал об этом и слухов но все же очень расстроился услышав это непосредственно от нее а почему спрашиваешь просто так мы расстались шесть месяцев назад в конце концов нельзя было сказать что кто-то был прав а кто-то нет мы просто перестали понимать друг друга по своей сути я был бездельником а она прирожденным трудоголиком ее стремление к самосовершенствованию помогло мне стать человеком который смог зарабатывать хоть какие-то деньги но в итоге она не смогла смириться с моим характером нет просто я так и не изменился надеюсь у вас будет счастливый брак ха что неужели это прозвучало жалко мои брови вызывающий дернулись вместе с моим саркастическим замечанием однако юара не поддалась на провокацию просто не отвлекайся от работы в сюжете произошли изменения поэтому тебе нужно внести соответствующие правки снова ох почему руководитель все время вносит изменения я вздохнул и посмотрел на часы 21 00 скоро наступит ночь а у меня еще полно работы ах ты проверял одну из сцен дик лина юара ухмыльнулась взглянув на экран моего монитора да он умер через 11 часов а если воспользоваться определенными трюками то можно убить его и в самом начале игры верно это одна из прелестей нашей игры чем дольше игнорировать дик лина тем большим злодеем он станет поэтому чем раньше его убить тем легче будет игра сложность зависит от самого игрока действительно игра сотни раз тестировалась всеми сотрудниками этой компании в том числе и мной я сам прошел ее четыре раза в общей сложности в нее должно быть играли тысячу раз но промежуточный босс по имени дик ли он постоянно погибал за исключением одного раза а ты знал про образом дик лина стал ты у джин я ага так что я убиваю его в самом начале что я нахмурился на мониторе все еще отображалась фраза проклятая сука хихи ты не заметил когда моделировал его вы похожи не может быть я встречался с руководителем всего дважды я думаю она видела тебя когда заглядывала в компанию у вас с дик ли нам даже характеры схожие характеры у меня и этого парня чьи последние слова были проклятая сука вы похожи уф так вот почему ты меня бросила когда юара нахмурилась я поднял руки притворившись испуганным ах прости это тоже прозвучало жалко я ничего не мог с собой поделать услышав что я снова назвал себя жалким она вышла из себя а меня это позабавило в конце концов она сказала ты действительно жалок конечно если постоянно об этом слышать то и сам в это поверишь замолчи уже и продолжай работать что скажешь о проекте после нескольких прохождений она решила сменить тему поэтому я не стал продолжать и снова взглянул на экран монитора игра довольно увлекательная фантазийный мир смешанный с культурой 14 20 веков это ролевая игра с огромным открытым миром где основное внимание уделяется повествованию единственная проблема в том что в случае неудачи компания обанкротится компания рев появилась в корее как гром среди ясного неба сразу же после основания они начали выпускать одну успешную игру за другой теперь рев на которую обратил внимание весь мир создавали игру а класса затраты на разработку которой уже побили все рекорды в случае провала это будет полный крах не волнуйся все пройдет удачно разве ты не видел реакцию на короткое геймплейное видео все в восторге сюжет игры и ее сложность зависит от того как действует игрок хотя это однопользовательская игра вы играете не в одиночку а с несколькими именными персонажами оснащенными продвинутыми благодаря такому свежему подходу и ажиотажу который создали рев не только игроки по всему миру но игровая пресса предсказывают что это будет игра года пока мы продолжаем повышать нашу репутацию все будет хорошо мы справимся несмотря ни на что в этой игре было много привлекательных персонажей и профессий рыцарь маг демон охотник на демонов администратор авантюрист наемник король аристократ и т.д игрок мог стать кем угодно ага это было бы здорово в конце концов тогда я получу бонус юара улыбнулась и повернула голову в сторону окна ах вот и он мое рабочее место находилась у окна так что отсюда можно было видеть улицу у входа ее ждала блестящая иномарка а он не такой жалкий как я сказал я указав в сторону окна теперь я мог спокойно так говорить она слегка улыбнулась он хороший человек но немного в другом смысле нежели ты я тоже хороший человек до этого было достаточно для меня правда рад это слышать конечно я все еще был расстроен но не так сильно как раньше по ее словам мужчина в этой машине был хорошим человеком я был бы зол если бы он оказался каким-то да кстати я тут хотела кое-что сказать юара попыталась что-то мне сказать но никак не могла подобрать слова она будет бороться с собой несколько мгновений а затем скажет забудь ничего важного я слишком хорошо знал ее привычки юара мы хорошо друг друга знаем верно так что говори прямо служебные романы должны были держаться в секрете мы начали встречаться еще до того как присоединились к компании но по мере того как это переросло в служебный роман нам пришлось держать это в секрете но у меня уже из головы вылетела юара беспомощно улыбнулась тик-так тик-так наступила неловкая тишина которую нарушал лишь звук двигающийся на часах секундной стрелки первой кто нарушил тишину была юара у джин я лучше пойду что ж как знаешь отдохни как следует спасибо удачи в работе цок-цок она ушла под стук своих высоких каблуков юара была совершеннее всех кого я когда-либо встречал но на самом деле она была красивее внутри чем снаружи она была прекрасным человеком и моей крупнейшей удачей в жизни она также была первым человеком который убедил меня в том что люди могут измениться прощай пробормотал я себе под нос я чувствовал себя жалким поэтому просто вздохнул и снова переключил внимание на экран монитора руководитель тоже хороша когда я посмотрел на уже умершего персонажа по имени диклин у меня пробежали мурашки по коже он похож на меня это вздор хотя какое-то сходство было я думал что он похож на кого-то кого я знал когда моделировал его но я не знал что на меня нужно улучшить его внешность это был уже готовый персонаж но жадность компании руководителя никуда не делись поэтому они предоставили мне все полномочия и попросили внести последние штрихи в модели персонажей такс никто не будет жаловаться если сделать персонажа немного красивее каким бы негодяем он ни был я был его прообразом так что я должен по крайней мере сделать ему достойное лицо в конце концов меня никогда не называли уродом готова пока я проверял внесенные мной изменения краем глаза я внезапно увидел характеристики персонажа в отдельном окне хм в этой игре было две характеристики которые определяют личность персонажа особенности непосредственно влияющие на базовые характеристики и характер влияющие на них косвенно чем важнее персонаж тем больше пунктов было в его особенностях и характере особенности устрашающая грация вундеркинд посредственный магический талант несгибаемость эстетическое чутье судьба злодея у диклейна было 6 вышеперечисленных особенностей боже у него сочетание вундеркинда и посредственного магического таланта, как это вообще возможно, характер, элитист, мизофоб, дисциплинированный, амбициозный, аристократические манеры, проницательный, властный, претенциозный, решительный, обсессивно-компульсивное расстройство, атеист, были и другие черты характера, и он, якобы, основан на мне, я не был ни элитистом, ни мизофобом, ни претенциозным, у меня и власти никакой нет, чтобы считаться властным, я недовольно смотрел на экран монитора, разглядывая код со всеми имеющимися в игре особенностями персонажей и чертами их характера, кхм, в офисе никого не было, я не собирался делать ничего плохого, я просто пролистывал их для развлечения, нашел, понимание, с этим ты, по крайней мере, не будешь таким жалким, это что-то вроде сочувствия, но почему-то это классифицируется как особенность, а не как черта характера, я поместил понимание в число особенностей деклейна, щелк, 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 в дополнение к этому я добавил несколько других характеристик в шутку, прирожденный богач, прикосновение медаса, ясный взор, железный человек и так далее, что я вообще делаю, я добавил то и это, около 5 особенностей, которые не были бы столь очевидными, и только тогда я был удовлетворен, я отпустил мышку и откинулся на спинку стула, усмешка неожиданно вырвалась из моего рта, хах, целых 7 лет, 7 лет для нас были очень долгим сроком, это было слишком долго, чтобы закончиться так внезапно, нет, возможно, только я считал это внезапным, Юара со временем все больше и больше уставала от этого, должно быть, она долго готовилась к этому расставанию, я просто не знал о твоих переживаниях, день, а, я чуть не упал со стула от громкого уведомления, рев, 5107, Рин, Уджин, вы все еще работаете, это был корпоративный мессенджер, отправителем была женщина по имени Рин, главный сценарист, руководитель разработки и глава ей подразделения, как можно догадаться по имени, она иностранка, ах, да, если вы хотите, чтобы я внес изменения в модели персонажей, дайте мне знать, я сразу приступлю к работе, я переместил курсор мыши, чтобы удалить только что добавленные особенности, Рин, нет, дело не в этом, я просто наблюдаю в ожидании, моя рука внезапно замерла, наблюдают, за мной, я огляделся, но в офисе никого не было, за кем вы наблюдаете, за мной, я моргнул и уставился на монитор, вскоре я получил ответ с улыбающимся смайликом, Рин, ха-ха-ха, нет, посмотрите в окно, я, не задумываясь, повернул голову к окну, хэм, прозрачное стекло и простирающиеся за ним небо, внезапно вспышка света озарила офис, лучи света расплылись в воздухе, словно человеческие вены, молния, я широко раскрыл глаза, когда яростные лучи света заполнили все вокруг, этот свет ослепил меня, а раздавшийся грохот сильно ударил по ушам, я не помню, что случилось после этого жить, глава 1, Деклини, стало тихо, и нужно радоваться, но, разве это не вызывает у тебя беспокойство, в последнее время атмосфера вокруг особняка Юклайн несколько поутихла, тишина была довольно необычной в этом великолепном особняке, который считается лучшим в этом мире, эй, не говори так, о чем вообще беспокоиться, необычная тишина была неловкой для горничных и слуг особняка, но через неделю они смогли привыкнуть к этому, о, может быть, дело в том, что дела с мисс Фриден идут хорошо, на вопрос молодой служанки другая служанка покачала головой, эй, ты действительно так думаешь, я считаю, что все наоборот, в самом деле, я в замешательстве, потому что я в этом доме всего неделю, а они даже не проверяют уборку, наслаждайся моментом, поскольку мы не знаем, как долго это продлится, слуги болтали о странных переменах во владельце особняка, такое когда-нибудь случалось раньше, прошло 10 лет с тех пор, как лорд Деклин занял свой пост, их хозяин был настолько знаменит и проницателен, что им пришло в голову так много анекдотов, что ход разговора полностью изменился, в этот момент, скрип, входная дверь широко распахнулась, и звук шагов эхом разнесся по коридору, щелк, холодное и зловещее эхо, горничные бросились быстро выстраиваться перед нежданным гостем, где он, вип-персона, задавшая этот острый вопрос, была красавицей с коротко подстриженными черными волосами, в данный момент хозяин, Яриэль, сестра их хозяина, была также хорошо известна своей проницательностью, как и он, ее присутствие заставило служанок поклониться, проведите меня к нему, слуги повели ее, не осмеливаясь встретиться с ней взглядом, вместе они поднялись по центральной лестнице особняка и оказались перед дверьми на самом высоком этаже, который полностью использовался как одноместная комната, тук-тук, Яриэль легонько постучала в дверь, которой боялись все в этом особняке, тук-тук, ответа не последовало, тук-тук-тук-тук, Яриэль попробовала еще несколько раз, но быстро вышла из себя и распахнула дверь, эй, в чистой комнате лежал симпатичный мужчина с помятым лицом, его волосы слегка блестели, как темный кристалл, а тонкая белая кожа и прямые утонченные черты лица сегодня потускнели, этого было достаточно, чтобы потрясти сердце любой женщины, но Яриэль просто высказалась, не заботясь ни о чем другом, какого черта ты делаешь, дерзкая манера речи Яриэль потрясла слуг, однако владелец этого величественного особняка лишь тихо пробормотал, я думал, что без проблем проснусь, если еще немного подремлю, наверное у меня не получилось, после его слов служанки странно посмотрели на него, насколько плохо все прошло с мисс Фриден, и Яриэль нахмурилась, как будто точно так же восприняла его слова, прямо сейчас у всех, кроме Деклейна, в голове крутилось имя Джули фон Дей Фриден, вторая дочь семьи северных Фриденов, нынешняя невеста Деклейна фон Грахан Юклайна, эти двое были обручены, но их чувства друг к другу были максимально противоположными, Деклейн, казалось, любил Джули всем сердцем, но ее чувства к нему граничили с отвращением, это было не просто предположение, это был факт, и он, на самом деле, был довольно хорошо известен, ты не можешь перестать думать о ней, ты даже отменил все свои лекции, лекции, да, Яриэль достала пачку бумаг из роскошной сумочки и бросила их на его кровать, ты сказал, что займешься этим сам, а если будешь валяться здесь, как идиот, ты навлечешь позор на нашу семью, ты этого хочешь, в университете состоится мероприятие, так что обязательно появись, по крайней мере, если ты не хочешь потерять свою профессорскую должность, которой ты так гордишься, ты такая, строгая, Деклейн ухмыльнулся, из-за чего Яриэль разозлилась еще больше, на ее бледных висках запульсировали вены, нет, не строгая, просто ты занимаешься глупостями, идиот, очень грубые ругательства, служанки задрожали, но хозяин никак не отреагировал, в прежние времена он бы наказал ее, почему он стал таким апатичным, ладно, уходи, Хаймыф, Яриэль фыркнула и вышла за дверь, она тоже не хотела видеть этого идиота, который был в таком состоянии только потому, что его отшила какая-то девушка, госпожа Яриэль, не желаете ли перекусить, я ухожу, но вы проделали такой долгий путь, подождите, подождите, я ухожу, множество слуг поспешно последовало за ней, хозяин, казалось, был сегодня в плохом настроении, так что лучше было держаться от него подальше, лекции, да, я просмотрел документы, переданные мне Яриэль, название лекции было, имперский старший профессор Деклин, основы магии и использования маны, кроме того, содержание было следующим, один, магические различия между атрибутами и типами, два, примерный набросок формул каждой ветви магии, таких как разрушение, поддержка, призыв и духи, три, правильное использование маны, насколько же продвинута эта магическая система, куда делась наука в мире, где магия столь продвинутая, хотя я помню, что говорили, будто достаточно развитая наука мало чем отличается от магии, я лежал на кровати и думал о всякой ерунде, ох, прошла неделя, не успел я опомниться, как в мгновение ока прошла целая неделя, я не мог понять, почему я все еще здесь даже после стольких раздумий, я думал, что это был обычный сон, но это было не так, затем мне в голову пришла мысль, что это был осознанный сон, но это тоже оказалось не так, после этого я подумал, что это была виртуальная реальность, но и тут я ошибся, самой убедительной версией было то, что в меня ударила молния, и то, что я испытываю, это загробная жизнь, в любом случае, я стал персонажем этой долбаной игры, смоделированным по моему образцу Диклейном фон Грахан Юклайном, для справки, Диклейн был связующим звеном, которое объединяло всю игру, заклятым врагом многих именных персонажей или известный игрокам как промежуточный босс именной злодей, враг его родителей, враг его возлюбленной, враг его родного города, враг его товарищей и так далее, в дополнение к этому, я уверен, что было гораздо больше людей, которые затаили злобу на него, злодея, созданного только для того, чтобы умереть и испытывать тяготы, конечно, Лейн сказал, что в этом персонаже была небольшая изюминка, но имел ли он в виду тот факт, что я стану этим парнем, он умирает почти при каждом пути прохождения, этот злодей умрет практически неизбежно, как и положено злодею, независимо от того, убил ли игрок его сам, или он был убит именным персонажем, который затаил на него обиду, или просто умер еще каким-либо другим способом, такова судьба злодея, вместо этого, я рассортировал бумаги, которые бросила Яриэль, похоже, лекция была запланирована на сегодня, мне нужно сходить, я никогда раньше не проводил лекции, но я не мог просто сидеть сложа руки, мне больше нельзя было бездельничать, я должен был каким-то образом собрать информацию, независимо от того, смогу ли я вернуться или нет, главная цель выживания, быть неотъемлемой частью игры, побочный квест, университетская лекция, валюта магазина плюс 05, эти странные фразы мелькали в моем поле зрения, я возобновил свою деятельность отчасти из-за Яриэль, а отчасти из-за этого, Яриэль числилась одной из причин моей возможной смерти, а валюта магазина была весьма важна в этом мире, к счастью, знания, подход и опыт, необходимые для проведения лекции, не представляли проблемы, понимание, ранг, уникальный, описание, способность постигать вещи, использование потребляет ману, прежде чем попасть в ловушку этого мира, я добавил понимание, приняв его за что-то похожее на сочувствие, я верил в эффективность этого навыка, нет, дело не в этом, дело было в том, что это был навык уникального ранга, это был уникальный ранг, который появлялся только во второй половине игры, а персонаж, на котором я играл ранее, даже не получил его, нужно умыться, я встал с кровати и пошел в ванную, где разделся и включил душ, чистая комната, горячая вода и душ с хорошим напором воды, это мне нравилось, приняв душ, я открыл дверь в гардеробную, эта комната, которая была больше моей квартиры, была заполнена всевозможными дорогими костюмами, я выбирал одежду, доверяясь своему инстинкту, белая рубашка и аристократичный темно-синий костюм, синий галстук и придающие умный вид очки, затем я накинул пальто, опрыскал все тело духами и аккуратно уложил волосы, не оставив без внимания ни одной пряди, после этого я посмотрел в зеркало, честно говоря, этот стиль выглядел тошнотворно, но казался довольно элегантным, весь мой вид указывал на высокомерие, но изящное достоинство удачно смешивало с ним, вероятно, это работа устрашающей грации эстетического чутья и аристократических манер, на самом деле я не могу сказать или сделать что-то противоречащее этикету, независимо от того, насколько человек голоден, он не должен есть все что видит, он не должен болтать и всегда должен вести себя элегантно и культурно, поэтому для меня это тоже стало естественным, как будто моя личность полностью изменилась, мне было также естественно использовать эти неэффективные манеры, как дышать, даже просто наблюдая за грубым поведением, я бы почувствовал, как растет мое презрение и отвращение, я не позволю этому парню проглотить себя, у этого персонажа было много характеристик, особенно в категории характер, в системном журнале на данный момент числились аристократические манеры, элитист, мизофоб, властный, обсессивно-компульсивное расстройство и так далее, эти черты характера, безусловно, передались мне, вот почему даже обязанность провести эту лекцию казалась мне такой естественной, я выдающийся и благородный аристократ, что за чушь, Уджин, я посмотрел на красивого мужчину в зеркале, я не потеряю себя, я не позволю этому дурацкому персонажу поглотить меня, это мое имя, здоровый южнокорейский мужчина, высокий и красивый, объективно говоря, а также неудачник, если верить кое-кому, жалкий и ленивый придурок, это я, шлеп, я ударил себя по лицу и вышел за дверь, тук-тук, чистый и размеренный звук шагов, длинные, плавно двигающиеся ноги, действительно элегантная и аккуратная походка, я стоял перед машиной, припаркованной во дворе, восхищаясь ее винтажным стилем, добрый день, господин, автомобиль с антикварным дизайном, который можно было найти в эпоху Форда, это был символ богатства в этом мире, я уезжаю, понятно, забравшись на заднее сидение машины, я увидел какого-то маленького парня, сидящего на сиденье рядом со мной, хм, под задранным капюшоном я увидел милое, но суровое лицо, проф, профессор, добрый день, он говорил очень напряженным голосом и что-то протянул мне, это была куча документов, ты мак, простите, ах, да, да, сэр, я, э, я ведь работаю под руководством профессора уже три года, я просто пошутил, я элегантно рассмеялся и просмотрел документы, я думал, что они о лекции, но на самом деле это была заготовленная речь, содержащая все от начала до конца лекции, это так, где Клин готовился к лекциям, по факту, он казался талантливым только со стороны, особенность, которой я обладал прямо сейчас, это не вундеркинд и не гений, а посредственный магический талант, поэтому мне действительно была нужна эта заготовка, хорошая работа, простите, однако, когда я упомянул, что он хорошо справился с работой, маг смутился, честно говоря, этот комплимент также заставил мой желудок сжаться в узел, он противоречил его характеру, но я должен был преодолеть это, я закрыл глаза и добавил еще несколько слов, ты проделал отличную работу, отдохни, пока мы не доберемся до места, да, да, понял, сэр, маг с опущенной головой затих, как труп, губы, которые были видны из-под капюшона, казалось, расплылись в легкой улыбке, по-видимому, он был доволен комплиментом, я прочитал заготовленную речь, которую держал в руках, но эта бумага действовала мне на нервы, мне казалось, что она грязная, в следующий раз я надену перчатки, нет, дело не в этом, продолжу чтение, я в какой-то степени знал сценарии настройки игры, но благодаря пониманию я мог понять содержание речи, с тех пор как я начал готовиться к лекции, прошло около 30 минут, и мы, за окном машины распахнулся интересный пейзаж, я, естественно, отвлекся на него, после этого даже я неосознанно улыбнулся, снаружи все было заполнено переливающимся светом и спускаемым солнцем в полдень, дорога, окутанная яркими цветами и деревьями, вела ко входу, где возвышалась статуя первого императора, на огромной территории было много зданий, и лучи света мягко падали на них с неба, это место называлось имперским университетом, это рабочее место Деклина, все, что сейчас отражалось в моих глазах и казалось было более реальным, чем 3D, было результатом моего дизайна жить, глава 2, Деклин 2 глава 2, Деклин 2, один только его рост был довольно внушительным, около 190 см, строгая одежда, близкая к совершенству, привлекательный внешний вид, который производил сильное впечатление на окружающих, это было идеальное сочетание выдающейся внешности и одежды, Деклин фон Грахан Юклайн, в нем не было недостатков, он казался воплощением благородного достоинства, его элегантность отражалась в его походке, речи, мимике во всем, что он делал, этот ублюдок, но даже этот безупречный внешний вид казался не более чем отвратительной оболочкой для некоторых, а точнее для многих, Теце, и Френлуна, как только появился Деклин, она тут же выплеснула свой гнев, резкими были не только ее слова, но и действия, она так сильно сжала кулаки, что ногти впились в кожу, и пошла кровь, он украл ее наследие, достижение ее отца и растоптал его самого, что в конце концов привело к его смерти, публика хвалила Деклина как гения в интерпретации магических формул, но его репутация основывалась исключительно на работе ее отца, внимание, в этот момент волшебный кристалл усилил голос Деклина, сейчас я начну лекцию, просторная аудитория была заполнена сотнями людей, Деклин обвел их всех взглядом острым, как нож, ей хотелось немедленно проткнуть оба этих глаза, этот отброс, однако время было еще не подходящее, Деклин был врагом, которого она хотела убить, это была единственная причина, по которой она подала заявку в университетскую башню магов, но месть без должной подготовки будет глупа, она жила только этим сладким моментом, так что могла без проблем подождать еще немного, рад встрече, однако, можно доставить ему немного неприятностей, внезапно у нее возникла идея, Эфрин невинно улыбнулась, стягивая капюшон своей мантией, я увидел сотни людей в этой огромной аудитории, их взгляды были направлены на меня одного, а фотоаппарат в винтажном стиле слепил своими вспышками, это вызывало странные ощущения, я не чувствовал ни капли напряжения, и воспринимал все это как должное, в моей нынешней жизни такое внимание было естественным, и это было не давление, а привилегия, это приятное ощущение того, что я один из избранных, обволакивало мое тело, словно кожа, рад встрече, я Деклин из семьи Юклайн, так что я просто неспешно начал свою лекцию, начало этой лекции было первой строкой сценария и представлением персонажа по имени Деклин, я старший профессор башни магов имперского университета и маг ранга монарх, управляющий элементами воды, ветра, огня и земли, и для меня нет разницы, какой тип магии использовать, эти слова опьяняли, как известно, магия в основном делится на три атрибута и девять типов, атрибуты включают в себя элементы, происхождение и сосуды, типы же бывают следующими, призыв, духи, разрушение, поддержка, управление, податливость, гармония, иллюзия и специализированные, я просто говорил то, что было написано в заготовленной ранней речи, следовательно, маг может добиться выдающихся достижений в магии, только если он будет работать со своими атрибутами и правильным типом, когда я закончил говорить, я щелкнул пальцем, сразу после щелчка свет в зале погас, и в воздухе появилась магическая формула, обработка и высвобождение маны, понимание этого процесса и есть то, что мы называем магией, следовательно, чтобы добиться успеха в применении магии, нужно сначала получить представление о магической формуле, а теперь давайте взглянем на магическую формулу выше, я сделал паузу, чтобы все собравшиеся могли как следует разглядеть магическую формулу, на первый взгляд она выглядела как геометрическая фигура фрактальной формы, состоящая из множества линий и сгибов, в этой магической формуле, состоящей из 68 штрихов, используется контур, который выглядит как изогнутая окружность, и мана фокусируется в центре, а затем выталкивается наружу, подобное распространение маны изнутри наружу подходит типу разрушения и поддержки, но для магии разрушения должна быть использована ровная окружность, далее, первым пунктом в лекции были основы магии, на это ушло минут 15, и я не терял самообладание ни на минуту, все эти объяснения вылетали из моего рта так естественно, будто я всю жизнь этим занимался, как ни странно, я полностью понял суть заготовленной речи, которую впервые увидел сегодня, так магия основана на магических формулах, однако всегда ли использование маны приводит к применению магии, и если кто-то хочет использовать магию, действительно ли нужно изучать магические формулы, с этого момента речь шла о том, как использовать ману, в аудитории собрались ученики, рыцари или просто заинтересованные люди, которые не были магами, так что это была важная для них тема, нет, это зависит от того, в какую часть тела вы вложите свою ману, после этих слов магическая формула исчезла, и ее место заняло изображение анатомии человека, сердце, голова и брюшная полость были подсвечены синим цветом, символизирующим ману, во-первых, голова, другими словами, мозг, мозг может представить формулу, поэтому, конечно же, можно реализовать более сложные линии и изгибы, поэтому маги обычно держат ману в голове, возможно, у этого парня мана тоже была в голове, в числовом выражении ее объем был равен 3375, и это не так уж и много, я помню, как видел некоторых именных персонажей, у которых стартовое количество маны равнялось 30 тысяч, далее сердце, сердце гоняет кровь по организму, поэтому мана, которая хранится в сердце, распространяется легче, однако удержать ее в одном месте сложно, следовательно, сердце для хранения маны лучше подходит рыцарям, нежели магам, я говорил медленно и понятно, чтобы каждый мог впитать эти знания, я, наверное, уловил, как читать лекцию через понимание, наконец, брюшная полость, а если точнее, нижняя ее часть, в этой области внешние и внутренние смешиваются, поэтому ее могут использовать универсально, независимо от того, рыцарь ли вы, маг или обычный человек, я продолжил лекцию и когда вновь посмотрел на часы, то понял, что уже прошло 40 минут, то, что я хочу сказать, очень просто, усилия, конечно, важны, однако, если вы недостаточно талантливы, вам следует подумать об эффективности, не всем дан талант, поэтому большинству из вас нужно сделать выбор и сосредоточиться на чем-то конкретном, я чуть не засмеялся, читая эту строчку, если вы недостаточно талантливы, вам следует подумать об эффективности, нужно сделать выбор и сосредоточиться на чем-то конкретном, этот совет идеально подходил нынешнему диклину, и, я, наконец, дошел до конца содержания речи, но этот абзац казался лишним, мне было интересно, сказать мне это или нет, читал бы это настоящий диклин, я не знал, поэтому прочел, итак, есть ли у кого-нибудь вопросы, в аудитории стояла мертвая тишина, это хорошо, если нет, тогда, когда я собирался обернуться, радуясь тому, что ни у кого нет вопросов, кто-то поднял руку, и затем вскочил со своего места, это была девушка маг, облаченная в мантию университета, я даже не успел открыть рот, как она заговорила, профессор диклин, вчера ночью в общежитии магов была обнаружена таинственная магическая формула, поговаривают, что это проделки дьявола, но если вы, профессор диклин, как говорят, являетесь гением в интерпретации магических формул, тогда могли бы вы, вы член университетской башни магов, разве вы не должны были соблюсти приличие и сначала представиться, я сразу уже прервал ее, внутренне я был раздражен, но внешне сохранял чистое спокойствие, я инстинктивно вел себя как аристократ, что, ох, меня зовут, поздно, я не отвечаю на вопросы невоспитанных детей, э, лицо девушки мага в манте покраснело, извини, но я ничего не могу поделать, расход маны на понимание довольно велик, мана, 2005-3375, целых 1300 очков за раз, чтобы интерпретировать эту новую формулу, потребуется гораздо больше маны, а я не хочу переусердствовать, мне уже кажется, будто у меня кружится голова, на этом лекция закончена, под насмешки в сторону вскочившего мага я поправил свои растрепанные рукава, сгладил складки своего костюма и накинул пальто, аккуратно застегнув его, эта последовательность действий была для меня такой же естественной, как дыхание, я уже спустился с трибуны, как вдруг, и все же, меня остановил чей-то выкрик, я остановился и повернул голову, неизвестная девушка маг, которая все еще стояла, нарисовала магическую формулу с помощью своей маны и подняла ее в воздух, даже башня магов отказалась разбираться, отклонив это как просто слух, если профессор Диклейн такой гений, я думаю, вы сразу же распознаете тип магии, я уставился на настойчивую девушку, как она посмела так дерзко себя вести перед Диклейном, не знаю, что это за персонаж в игре, но эта магическая формула определенно выглядела немного странно, она не состояла из прямых и изогнутых линий, как обычная магическая формула, она выглядела так, будто десятки паразитов случайным образом переплелись между собой, в тот момент, когда я взглянул на магическую формулу, моя особенность активировалась без моего ведома, все вокруг для меня посинело, будто глаза залило краской, скорость мышления и расчетов резко увеличилась, а время, казалось, замедлилось, это длилось всего лишь мгновение, мана, 363 375, менее чем за секунду почти вся моя мана была потрачена, и этого хватило только на то, чтобы едва уловить сущность этой магии, тип иллюзия, магия барьера, другими словами, чтобы понять, как применить эту формулу, потребовалось бы вдвое больше маны, которой у меня не было, но, к счастью, девушка об этом и не спрашивала, она просто хотела узнать, что это за формула, остальные первокурсники в общежитии изо всех сил стараются ее проанализировать, но, поскольку сейчас каникулы, поблизости нет старших или профессоров, чтобы попросить о помощи, профессор, если бы вы хотя бы намекнули, я не буду намекать, это магия барьера иллюзорного типа, похоже, кто-то пытался вас запереть, извините, на этом все, уверенный ответ, дерзкая девушка казалась смущенной, но я просто покинул зал, не оглядываясь жить, глава 3, деклейн 3, глава 3, деклейн 3, побочное задание выполнено, лекция в университете, валюта магазина плюс 05, туалет, 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 где тут туалет, мне срочно нужно в туалет, это было доказательством того, что я не деклейн, даже если часть личности деклейна передалась мне, это была только малая часть, а большей частью все еще был я, кимуджин, поэтому у меня разболелся живот в результате того экстремального стресса, который незаметно для меня самого накопился за это время, звук урчания живота, хотя я страдал от этого очень болезненного физиологического явления, внешне я это никак не показывал, я неспешно шел по коридору, разыскивая туалет, как внезапно увидел вдалеке знакомую женщину, уставившуюся на меня, дистанция между нами постепенно сокращалась, и когда я оказался совсем рядом, она склонила голову и поприветствовала меня, давно не виделись, это была очень красивая женщина, белые тонкие волосы и ясные ледяные глаза, они напомнили мне ту кровавую сцену, которую я наблюдал на экране монитора в тот день, 8 из 16 смертей деклейна, о которых я знал, были связаны с ней, да, давно, ее зовут Джули, невеста деклейна, именной персонаж, который в будущем станет одним из сильнейших рыцарей, как твои дела, спросила Джули, это был вопрос, на который у меня не было ответа, я посмотрел Джули в глаза, если бы это была горничная, она бы сразу опустила голову, не в силах выдержать давление, но Джули не отводила взгляда, ожидая ответа, в конце концов, я коротко ответил, отлично, это было лучшее, что я мог сказать, однако Джули наморщила лоб, она глубоко вздохнула и сказала, ты помнишь обещание, которое ты дал мне на прошлой неделе, я не знал, что сказать, но в ее прекрасных глазах бушевало пламя враждебности, ты нарушил это обещание, я понятия не имел, о каком обещании она говорила, поэтому кивнул и попытался пройти мимо, мне действительно хотелось в туалет, Джули сделала шаг в сторону и преградила мне путь, снова, вот так, эта женщина не позволила мне сбежать, она смотрела на меня холодным, пронизывающим взглядом, в этой ситуации я мог сказать только одно, о каком обещании идет речь, я действительно не знал, но у меня все равно мурашки прошлись по коже, поскольку я ощутил всем телом гнев Джули, на спине появилось неприятное ощущение, мне очень хотелось почесаться, но это благородное тело не позволяло мне нарушать этикет, вместо этого я продолжал говорить с ней, я серьезно спрашиваю, несколько дней у меня была высокая температура, поэтому я забыл некоторые вещи, ха, на ее лице читалось явное разочарование, но скорее из-за сожаления, чем гнева, это был твой последний шанс, несмотря на то, что она обращалась к жениху, ее голос был холодным, столикой печали, проходи, она отступила, и я прошел мимо нее, даже когда она осталась далеко позади, мне все еще казалось, что она смотрит мне в затылок, вскоре я обнаружил гостевой туалет, оглядевшись, чтобы проверить, нет ли кого рядом, я сделал то, что давно хотел сделать, я чуть не умер от этого зуда, я как следует почесал спину и шею, хорошенько облегчившись, как утомительно быть диклейном, даже почесать себя на людях нельзя, вот почему я не смогу прожить долгую жизнь, Джули осталась стоять на том же месте, даже после того, как отпустила диклейна, гнев и боль, которые нарастали внутри нее, раскалились до красна, она пыталась заставить его, но диклейн оказался более сложным противником, чем она думала, он был членом правления университета, ох, внезапно к ней подошла молодая женщина Макран Гайфир в конической шляпе, она была председателем правления и считалась многообещающим кандидатом в архимаге, чуть ниже вечного ранга, благодаря которому можно было стать бессмертным, однако среди множества знакомых Джули личность председателя максимально контрастировала с ее собственной, как только она увидела Джули, тут же прикрыла рот обеими руками, о боже, не жена ли это профессора диклейна, они еще не были женаты, но Джули просто кивнула, эта лекция была замечательной, как и ожидалось от старшего профессора, он очень хорошо объясняет, было бы неплохо, если бы я могла овладеть его методами обучения, да, я тоже слушала лекцию, она пыталась поскорее избавиться от нее, но председатель хваталось за каждую деталь, неужели, вы поддерживали своего мужа, вы наконец-то поладили, у нее никогда не было такой романтической цели, она не собиралась поддерживать его, сегодня Джули пришла посмотреть собственными глазами, сдержит ли диклейн свое обещание, Джули ясно дала ему понять, если диклейн признается в том, что постоянно обманывал всех и попросит прощения, то она останется на его стороне, даже если мир рухнет, неважно, какой позор это принесет семьям, но таковы были ее рыцарские убеждения, превосходящие всемирское, вот и все, она была уверена, что он согласится, в чем дело, почему вы грустите, сегодняшняя лекция была отличной, Джули кивнула, скрипя зубами, в конце концов, диклейн нарушил свое обещание, он добивается выдающихся достижений путем воровства у других людей, а не за счет своих собственных способностей, он совсем не раскаялся за свои злодеяния, у него не хватило смелости признаться, теперь она действительно потеряла хоть какую-то веру в него, он так и будет влачить жалкое существование, полагаясь на пешек, которыми манипулирует, гляжу, вы сегодня не в настроении, ну удачи, я пойду, председатель ушла, надув губы, Джули все еще стояла на мраморном полу, как будто опустила корни, глубоко внутри нее было множество искаженных эмоций, которые, казалось, поглотили ее, род Юклайн и род Фридин, она вспомнила однажды сказанные ей слова, диклейн, выдающийся маг, и Джули, обладающие качествами одаренного рыцаря, подобный союз двух благородных семей будет полезен как для родословной, так и с политической точки зрения, однако в какой-то момент обе благородные семьи узнали, что магический талант диклейна на самом деле был посредственным, диклейн путем обмана стал профессором, назвав себя гением интерпретации магических формул, однако после некоего инцидента он лишился источника всех своих теорий, которые он якобы разработал, если бы две семьи не были связаны политическими интрижками и устоявшимися на протяжении многих поколений связями, одна из сторон давно бы уже потопила другую, если ни один из них не полезет вперед и не отвергнет другую сторону, помолвка не будет разорвана, и даже если будет разорвана, грехи диклейна не будут раскрыты, поэтому Джули решила, что лично заставит диклейна исправить свои ошибки, тем не менее, он нарушил обещание и отверг свои злодеяния, действуя сегодня более прямолинейно, чем когда-либо, раз так, теперь ей придется это сделать самой, положить конец этой презренной помолвке, чтобы не случилось, этим отношением придет конец, у вас все нормально, тихим голосом спросил лейтенант, стоявший за ее спиной, словно тень, его звали Верон, мужчина с угольно-черными волосами, закрывающими лицо, Джули покачала головой, не оглядываясь на него, все хорошо, скоро нужно проводить лекцию, пойдемте, она ушла, а вслед за ней последовало множество рыцарей, прямой потомок престижной семьи Фриден, также известная как магистр рыцарей и святой земли, у Джули, которую также называли примером для всех молодых рыцарей этого мира, тоже была назначена лекция на этот день, в отличие от диклейна, который полагался на теорию, она собиралась провести то, что можно было бы назвать настоящей лекцией, где она продемонстрирует навыки владения мечом, один из рыцарей, следовавших за ней, внезапно остановился, его красные глаза сверкнули сквозь густые черные волосы, он медленно повернул голову, впиваясь взглядом в уходящего диклейна, он представлял, как его руки тянутся к его шее, это был рыцарь Джули, Верон, он искал ответы на бесконечные страдания и муки, это был его шанс уберечь свою госпожу от опасности, только он мог это сделать, убить его, этот мерзкий, грязный человек, я перережу ему горло, а потом нарежу его на мелкие кусочки, я должен сделать свою госпожу счастливой, школьная столовая, и Фрин вздохнула, ковыряясь вилкой в жалком на витрисовом омлете, ох, она пыталась насолить диклейну в лекционном зале, метод интерпретации магических формул, которым профессор так гордился, был разработан ее отцом, но больше диклейн этим пользоваться не мог, поэтому она хотела поставить его в тупик, попросив интерпретировать новую формулу в ситуации, в которой он не мог схитрить, конечно, существовал риск, что диклейн просто ее заткнет, но она не предполагала, что он так переломит ситуацию, она не думала, что он выставит ее невоспитанной идиоткой только потому, что она не назвала своего имени, он оказался сложным противником, я думала, что умру от стыда, на смешке все еще звенели в ее ушах, но это сработало, иф, иллюзорный тип, ифрин улыбнулась, как и ожидалось, он, должно быть, был смущен, потому что у него не было никакого реального опыта, верно, какой еще иллюзорный тип, он выбрал его, потому что был в отчаянии, иллюзии, очень сложный тип магии, потому что для того, чтобы обмануть чужое восприятие, оказав воздействие на их сознание, требуется такое огромное количество маны, что соотношение затрат и результата становится совершенно ничтожным, вот почему для применения большинства заклинаний с использованием магической формулы иллюзорного типа требуется медиатор, но магия иллюзорного типа без медиатора, настоящий идиот, на этот раз она была очень довольна, ифрин, ифрин, громкие голоса, зовущие ее по имени, раздались со стороны, она обернулась и узнала магов, проходивших вводный курс для новичков на прошлой неделе, спасибо, хэм, за что, ифрин лишь удивленно заморгала глазами, один из магов положил руку на ее плечо и сказал, магическая формула на входе в общежитие, прошлой ночью неопознанная магическая формула, нарисованная красной жидкостью, появилась на входной двери общежития магов, поскольку это была магическая формула, с которой никто не был знаком, студенты подняли шум, приговаривая, что это проделки дьявола, но многих новичков это заинтриговало, поэтому они пытались проанализировать эту формулу, дабы взять ее за основу для собственных заклинаний, дело дошло до того, что между студентами началась ожесточенная конкуренция за то, кто первый с этим справится, что, но я ничего не сделала, да ладно тебе, ничего не сделала, ты спросила профессора Деклейна, а, ифрин смутилась, я не спрашивала его, а просто насолила ему, разве вы не понимаете, ах это было так здорово, мы были так напуганы, что даже спросить не могли, а у тебя хватило смелости, хэм, нет, погодите-ка, неужели это действительно была магия барьера, ифрин была сбита с толку, хотите сказать, что Деклейн был прав, да, действительно, если основываться на том, что это магия барьера и попытаться реконструировать последовательность, то все идеально сходятся, вау профессор Деклейн великолепен, не так ли, как он понял, что это магия иллюзорного типа, без медиатора, у ифрин от такой информации челюсть отвисла, и она не могла произнести ни одного слова, лишь учащенно дыша, спасибо, ифрин, мы составим отчет и сдадим его, я также впишу туда твое имя, эм, нет, не нужно делать это, но, ладно, сдайте, хорошо, после этого они поспешно убежали, а ифрин тупо смотрела им в спину, какие добрые люди, они могли ничего не говорить, но решили разделить с ней эту заслугу, однако сама ситуация складывалась неважно, репутация Деклейна выросла без всякой причины, и простое везение, он угадал, через некоторое время ифрин, которая отказывалась принимать это, достала из своего рюкзака листок бумаги, это был график лекций, составленный профессорами башни магии, которые вот-вот начнутся, понимание магии элементов, уровень, только для дебютантов, средний курс, 5 кредитов, лектор, Деклейн фон Грахан Юклайн, лекция Деклейна, хотя у нее не было элементального атрибута, это не было поводом не посещать лекцию, в первую очередь, элементы были основой всей магии, с древних времен говорилось, знай своего врага и себя, тогда ты никогда не проиграешь, просто дождись, ифрин зарычала, глядя на график жить, глава 4, Деклейн 4, глава 4, Деклейн 4, Роттиохолл, так называли университетское здание, в котором я только что читал лекцию, это третье по величине здание на территории университета, построенное 10 лет назад на пожертвования семьей Юклайн, я вышел из здания на территорию кампуса, сейчас у студентов были каникулы, в связи с чем их было немного, поэтому я решил прогуляться по кампусу, просторно тут, территория университета оказалась намного больше, чем я ожидал, красивые сады, зоны отдыха, учебные корпуса, хозяйственные сооружения и окружающая среда были созданы нашей командой разработчиков по образу американских кампусов, прежде всего, я решил посетить башню магии, где находился офис Деклейна, лучшим университетом в игре был имперский университет, а башня магии, один из самых престижнейших факультетов, неспешно направляясь к офису, я заметил, что какой-то парень следовал за мной по пятам, убийца, это был бы не самый приятный сюрприз, счастью, это оказался маг, с которым я приехал на машине, хотя я так и не рассмотрел его лицо, потому что у него постоянно был спущен капюшон мантии, тебя зовут Зарра, да, что, простите, н нет, я Аллин, ох, перепутал, м, но Аллин и Зарра совсем не да, ладно, дальше я шел, не говоря ни слова, но Аллин вдруг решил нарушить тишину, профессор, вы выглядите так колоритно, когда прогуливаетесь, мне надо было взять с собой фотоаппарат, можешь не выдавливать из себя слова, если не хочешь, расслабься, ах, ладно, бьюсь об заклад, Деклейн приказывал тебе делать это в прошлом, башня магии, как и любая обычная башня, была достаточно высокой, чтобы ее можно было видеть из любой точки кампуса, поэтому мне не пришлось разыскивать ее, я добрался до нее довольно быстро, старший профессор, Деклейн фон Грахан Юклайн, личность подтверждена, магические двери на входе в башню распознали мое тело и радужную оболочку глаза, а затем открылись сами по себе, как только я вошел в вестибюль башни, многие мне поклонились, я кивнул им и сказал Аллину, пойдем в офис, понял, Аллин прыгнул вперед и нажал кнопку лифта в вестибюле, номер этажа был 77, лифт, функционирующий за счет камня маны, прибыл через 3 секунды, старший профессор, Деклейн фон Грахан Юклайн, мой кабинет занимал почти половину этого этажа, это был очень просторный и роскошный офис, интерьер кристально чистый, все полки заставлены книгами, а на столе аккуратно разложены хрустальные шары, перьевые ручки, бриллиантовая табличка с именем, печать профессора имперского университета, золотой посох и другие мелочи, что это, как только я уселся в офисное кресло, я заметил на столе книгу, внешне она была похожа на гостевую книгу, ох, это данные о спонсорской поддержке для поступивших в этом году магов, я открыл книгу и просмотрел содержание, новый маг, дебютант, Джейлин, 19 лет, атрибут, элемент тип магии, поддержка, спонсорская поддержка, 30 000 500 000, подробный отчет, я понял суть, как только посмотрел, в этом мире башня магии считалась исследовательским институтом, это было похоже на Калифорнийский технологический институт или Массачусетский технологический институт в настоящем мире, очевидно, что без финансовой поддержки исследования были невозможны, нет, магу нужно даже больше денег, чем современному ученому или инженеру, астрономическое количество ресурсов тратится не только на развитие самой магии, но также на расходы на еду, обучение и прочие материальные затраты, все это нужно для развития самого мага, хэм, просматривая список магов, я наклонил голову, имена некоторых магов сияли золотым цветом, я почти инстинктивно понял, что это имена полезных людей, возможно это было результатом сочетания прирожденного богача и ясного взора, прирожденный богач, ранг, редкий, описание, у вас непревзойденная интуиция в делах, касающихся денег, чем большим количеством информации вы владеете, тем точнее интуиция, ясный взор, ранг, редкий, описание, способность видеть атрибуты, тип магии и прочие характеристики невооруженным глазом, используется только в сочетании с другими особенностями, сочетание особенностей, реагирующей на возможность заработка, и особенности, которая делает это видимым для моих глаз, другими словами, просто взглянув на имена этих магов и подробные отчеты о них, где были проанализированы их сильные и слабые стороны, я мог сказать, стоят ли они денежных вложений, это имя кажется знакомым, я обнаружил интересного именного персонажа, новый маг, дебютант и фринлу на 17 лет, атрибут, сосуд, тип магии, разрушение и поддержка, спонсорская поддержка, 010 000 000 подробный отчет, луна, 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 девушка со светло-серыми волосами и зелеными глазами, судя по ее хищному взгляду, она будто хочет бросить вызов всему миру, она была похожа на красивый, но незаконченный клинок или же на молодого зверя, как леопард или гепард, которому три месяца от роду, я не моделировал ее, но однажды услышал в компании, что у Диклейна плохие отношения с этим именным персонажем, он враг ее отца или что-то в этом роде, как бы то ни было, спонсорская поддержка луны была на нуле, остальным новичкам было выделено не меньше 10 000 ильне, почему она не получила никакой спонсорской поддержки, спросил я Аллина, простите, эфринлу на, услышав это имя, Аллин вздрогнул, а она, что не так, ну, все в порядке, говори, КХМ, другие профессора и инвесторы в башне магии видели отчет, все из-за Диклейна, кивнув, я просмотрел отчет по луне и обнаружил кое-что довольно удивительное, спонсорская поддержка, 010 000 000, Аллин, ты знаешь, сколько стоит еда в университетской столовой, королевская котлета из свинины, это примерно три ильня, очень вкусная, обязательно попробуйте позже, ах, прошу прощения, похоже, что один ильне равняется примерно 1 000 вон, если так, то этот ребенок мало что знает о мире, она запросила максимальный 10 000 000 ильне, это около 10 миллиардов вон, неужели она хочет наесться так, чтобы у нее лопнул живот, хоть это и называется спонсорской поддержкой, ей придется вернуть деньги с лихвой, я погладил подбородок и задумался, и Фрин Луна, враг Диклейна, нет, это Диклейн, ее враг, однако, неважно, затаила ли она злобу на этого персонажа по имени Диклейн или нет, если оставить все как есть, меня или кого-либо другого в этой ситуации ждет та же судьба, что и персонажа, судьба злодея, ранг, описание, вы злодей, весь мир желает вашей смерти, но то, что вас не убивает, делает вас сильнее, судьба злодея, так называемая неминуемая смерть, в игре Диклейн мог умереть по-разному, он умирал от удара мечом в сердце, от выпущенной стрелы, от отравления, в результате взрыва или чего-то еще, независимо от ситуации, он всегда умирал, поэтому я собирался сделать другой выбор, настоящий Диклейн никогда бы так не поступил, однако, Аллен, большинство из этих магов не захотели бы получать от меня деньги, верно? Аллен вздрогнул и покачал головой, хотя он отрицал это, по его реакции я понял, что на самом деле он хотел сказать да, я проспонсирую их, даже если им это не понравится, они не посмеют отказаться от спонсорской поддержки, сказав это, я сразу же проверил некоторое количество имен, однако я не оставил своего имени в графе спонсор, пожелав сохранить анонимность, если я напишу свое настоящее имя, а они узнают, это определенно приведет к обратным результатам, Аллен, теперь иди делай свою работу, да, понял, Аллен быстро ответил и ушел, его голос прозвучал громче, чем когда-либо, оставшись один, я повернул кресло к окну, вид с верхнего этажа башни был захватывающим, солнечные лучи наполняли воздух, а перелетные птицы роились между облаков, эти многочисленные птицы, порхавшие в лучах света, казались мне более свободными, чем кто-либо еще, чтобы выжить мне понадобится много денег, тихо пробормотал я, чем больше денег, тем лучше, поэтому нужно их копить, чтобы спасти свою жизнь, в конце концов, некоторые из этих плохих взаимоотношений можно разрешить с помощью денег, к счастью, это не так уж сложно из-за моих особенностей, я уверен, что получу в 10 раз больше прибыли, просто вложив деньги в нужных магов, но что делать потом, каков план, что будет после того, как я заработаю денег, нет конца и края именным персонажам, которые меня ненавидят, и рано или поздно они решат убить меня, чтобы выстоять против них, у меня должна быть собственная сила, моя сила, богатство это, разумеется, тоже сила, но мне нужно больше внутренней силы, что мне сейчас нужно, так это боевая мощь, к счастью, я знал о талантах этого тела, хотя его магический талант посредственный, он определенно обладает атрибутом элементы типом магии управления, он не мог управлять всеми элементами, как хвастался Деклин, а только двумя огнем и землей, также у этого тела было несколько добавленных мной особенностей, среди них было прикосновение Медаса, прикосновение Медаса, ранг, уникальный, описание, потребляет ману пользователя, чтобы раскрыть потенциал цели, усиливает качество цели за счет потребления маны, а если цель не имеет никакого потенциала, наделяет ее особым эффектом, соответствующим категории цели, однако ману можно отдавать только в тысячах, и нельзя использовать повторно, у этой особенности был более высокий ранг, чем у прирожденного богача, я взял ручку со стола, чтобы поэкспериментировать, мана 1315-3375, моя мана немного восстановилась, поэтому я захотел проверить эту особенность, я почувствовал, как затылок и виски лишились энергии, на этом все, внешний вид этой перьевой ручки никак не изменился, но, безусловно, произошли перемены, это изменение можно было подтвердить только через систему, перьевая ручка Юклайн, ранг, продвинутый, категория, другое письменные принадлежности, снаряжение оружия, описание, перьевая ручка из чистого золота с изображением фамильного герба, прикосновение Медаса увеличило ее прочность, особые эффекты, повышает навыки письма при использовании, я разложил белую бумагу и попытался что-то написать, это превратилось в каллиграфию, в таком случае, отложив перьевую ручку в сторону, я задумался, как совместить свои особенности и таланты, ясный взор, прикосновение Медаса, понимание, управление, элемент, огонь и земля, пока я активно сравнивал свои особенности и таланты, понимание сработало само собой, бызызызы, электрические токи мозга согрели все мое тело, волосы встали дыбом, и в моей голове, как молния, промелькнула идея, земля и огонь, благодаря сочетанию этих двух элементов создается металл, кроме того, прикосновение Медаса поможет укрепить металл, будучи магом, я могу манипулировать этим металлом с помощью магии управления, это как техника управления мечом из новелл, я мог создать клинок и с помощью телекинеза управлять им на расстоянии, хотя будет довольно неудобно использовать его в качестве моей основной силы, посредственный талант, который является слабостью диклейна, может быть сбалансирован с помощью подобных трюков, к тому же, в этом мире существовала не только сталь, но и мошеннические металлы, сравнимые с мифрилом из легенд, так что, если правильно воспользоваться деньгами, со мной все будет в порядке, выйдя из раздумий, я с удовлетворением пробормотал, если прохождение этой игры действительно является ответом, то я должен дожить до самого конца, внезапно мне захотелось проверить позу, в которой я сидел, моя спина была прямой и упиралась в спинку стула, шея слегка касалась подголовника, а обе руки, опиравшиеся на подлокотники, были согнуты под прямым углом, даже такие чрезвычайно формальные действия были для меня ничем иным, как бессознательными жестами, эта естественность была устрашающей, Аллин, ты здесь, я вызвал Аллина через хрустальный шар, да, я иду, топ, 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 я услышал легкий топот, после которого Аллин предстал передо мной, я здесь, мне было жаль видеть Аллина таким, так ли выглядели настоящие аспиранты, наверное, нет, на сегодня я закончил, принеси мне книги, которые я записал на листке бумаги, и после этого ты свободен, ах, да да, понял, по какой-то причине мне не нравилась идея так рано уходить с работы домой, но я уже твердо решил, передав Аллину листок бумаги, одна из книг была посвящена металлам, а другая, магией управления, Аллин был сбит с толку, потому что обе книги были базового уровня, но он покорно поклонился и ушел жить, глава 5, Деклинвы, глава 5, Деклинвы, с возвращением, господин, по возвращении домой на пороге особняка меня уже ждали слуги, вам приготовить ужин, выйдя из машины, я какое-то время молча стоял, глядя в небо, закат, луна всходит на небо, облака окрашиваются в оранжевый цвет, это была действительно прекрасная сцена, господин, дворецкий протянул руку, чтобы взять мое пальто, а, так вам приготовить, не стоит, как только я вошел в особняк, я поднялся по лестнице и направился в свою комнату, я совсем не чувствовал себя измотанным, железный человек, ранг, уникальный, описание, врожденное крепкое телосложение, выдающийся физический потенциал, одна из нескольких особенностей, которые я добавил в шутку, железный человек, благодаря ей физическая усталость почти не ощущалась, амана быстро восстанавливалась, первым делом я принял душ, поскольку у меня была мизофобия, само мытье приносило мне счастье, после душа я уселся за стол и достал одну из книг по магии, которую я попросил у Аллина, основы магии и управления, сегодня я планировал развить свое мастерство владения телекинезом, который наиболее эффективен для моей недавно разработанной техники, конечно, поскольку я не родился диклейном, у меня не было никаких магических знаний, которые он мог накопить за это время, можно сказать, что мир магии для меня был новым, неизведанным миром, тем не менее, особенность понимания придавала мне уверенности, я открыл книгу, введение, ценности, значения магии и управления, в содержании этой толстой книги упоминалось всего 4 главы, базовое управление направлением ветра, базовое управление зонтом, базовый камуфляж и базовый телекинез, естественно, я сразу перешел к основам телекинеза, 4 базовый телекинез, понимание телекинеза, телекинез относится к побочной магии, хоть управление и считается второстепенным среди остальных типов магии, но, тем не менее, его стоит изучить как ступеньку для развития способностей мага, давайте взглянем на магическую формулу, я был ошеломлен содержанием, мне казалось, будто я смотрю на послание инопланетян, на каждой странице они разбирали и анализировали магическую формулу телекинеза, штрих за штрихом, это больше напоминало сложные китайские иероглифы, даже объяснение и расчет количества маны, необходимого для одного штриха и потока маны, ведущего к следующему штриху занимали более 10 строк на каждый штрих, а общее описание занимало немногим более 60 страниц, мда, применимо ли здесь мое понимание, могу ли я понять механизм чего-то столь сложного, я закрыл глаза, столкнувшись с этой неопределенной ситуацией, щелкнув мысленный переключатель, я снова открыл глаза, все вокруг посинело, источники света в кабинете замерцали, словно звезды, среди этого мира, раскинувшегося передо мной, как картина импрессионистов, мое внимание было сосредоточено исключительно на книге, оба моих глаза смотрели только на описанную магическую формулу, в этот момент активировалось понимание, мой разум вскипел, дрожь прошла по всему моему телу, я испытал просветление, телекинез, магическая формула поднялась из книги в воздух, изгибы и линии переплетались друг с другом, образуя сложные узоры, а моя мана потекла по этим тонким линиям, окрашивая их синим цветом, луч маны, начавшийся из одной точки, заполнил всю поверхность, это было магическим проявлением моего понимания, визуализация изображения, магическая формула телекинеза, осветившая особняк, вскоре просочилась в мою голову, внедряя свою ману в объект, и сжимая ее в форме ядра, маг может управлять этим объектом силой воли, другими словами, маг управляет магическим ядром внутри объекта, а не самим объектом, таким образом, ключ к этой магии, максимально сжать ядро и образовать магический контур, удерживающий объект, я понял принцип, лежащий в основе телекинеза, и смог запомнить его в своем мозгу, ха-ха-ха, как только я перестал использовать понимание, я выдохнул, у меня болели виски, а глаза щипало, я достал из внутреннего кармана ручку и влил в нее ману, мана проникла внутрь этой ручки, и я смог заставить ее парить в воздухе, это сработало, в этот момент я научился базовому телекинезу, который не мог понять минуту назад, и для этого мне не пришлось разбираться со сложной магической формулой и аспектами контроля маны, это было доказательством того, что магия была выгравирована в моем мозгу, полностью изученная магия хранится в мозгу и может использоваться в любое время без необходимости создавать магическую формулу, нет, мозг воспроизводит ее неосознанно, это и называется запоминанием, это был момент, когда я испытал на собственном опыте то, что раньше читал лишь в сценарии игры, это, конечно, хорошо, но, я просто поднял ручку в воздух, если это был всего лишь базовый телекинез, то даже если я освою продвинутый телекинез, я все равно не смогу использовать технику управления мечом, как я себе представлял, нет ли какого-нибудь способа повысить ее эффективность, это ведь и так побочная магия, конечно, с моим посредственным талантом было сложно что-либо сделать, пока я пытался что-то придумать, гладя подбородок, мне в голову пришел один трюк, а если выгравировать магическую формулу по всему телу, у магии этого мира было несколько основных предпосылок, самое интересное в моем случае, чем больше магическая формула, тем эффективнее магия, раз так, постигая свое тело с помощью понимания, я должен быть в состоянии выгравировать магическую формулу не только в моем мозгу, сердце или животе, но и на всем моем теле, стоит попробовать, конечно, это окажет большую нагрузку на тело, могут возникнуть неожиданные побочные эффекты, но у меня ведь есть железный человек, этот безумный трюк с запоминанием магии с использованием всего моего тела в первую очередь возможен только благодаря железному человеку, ух ладно, мне не терпелось попробовать, но сперва я успокоился, сделав глубокий вдох, у меня осталось всего 800 маны, я все равно хотел лишь проверить, так что этого должно быть достаточно, я активировал понимание и позволил мане циркулировать по всему телу, и сразу же почувствовал мучительную боль, казалось, что все мои кости дробят молотком, а мускулы скручивают и разрывают на части, это сложно было описать словами, скрип, треск, все эти звуки исходили из моего тела, мои суставы скручивались, а сердце разрывалось, по крайней мере, я так себя чувствовал, однако, даже при такой сильной боли это тело даже не застонало, он даже не закусил губу, несмотря на то, что он не мог контролировать потоотделение, он ни разу не согнул спину, прямая осанка, несгибаемый дух, благородство, подобная бравада, граничащая с безумием, это вся суть данного персонажа, я полностью контролировал поток маны, разливающийся по кровеносным сосудам, я направлял ее в каждую часть моего тела, сердце, мышцы, кости, кишечник, все для того, чтобы выгравировать магическую формулу телекинеза по всей коже, щелк, внезапно я ощутил слабость, это была неудача, я исчерпал всю свою ману, поэтому понимание деактивировалось, я тут же открыл глаза, все мое тело горело от покраснения и зуда, конечно, я не стал расцарапывать кожу, это пошло бы против моего достоинства, закончу в другой раз, мана, 13375, мне не удалось завершить процесс из-за нехватки маны, все закончилось тем, что я выгравировал магическую формулу лишь на плече, к счастью, мне не нужно было начинать с самого начала только потому, что я потерпел неудачу, другими словами, этот процесс проходил через постепенное понимание, если сравнить это с игрой, то даже если вы проиграли на 2-ом этапе после победы на 1-ом, вы все равно начнете со 2-го вместо возвращения к 1-му, 2 недели, шея, плечи, предплечья, кисти, живот, бедра, икры, ступни, я прикинул, сколько примерно времени потребуется на все мое тело, 2 недели для базового телекинеза, для чего-то более эффективного, например, для продвинутого телекинеза понадобится еще больше времени, я встал со стула, собирай с мыслями, сначала я принял душ, потому что все мое тело было пропитано потом, как следует умывшись и накинув халат, я улегся на кровать, пижама, я чувствовал, что вот-вот вырублюсь, но мое тело хотело, чтобы я переоделся в пижаму, спать в халате было совершенно недопустимо, отвали, ты не заставишь меня, я Ким Уджин, а не Деклин, мной не будет управлять какая-то личность, созданная с помощью строчек кода жить, глава 6, профессоры, глава 6, профессоры, я потратил две недели и в итоге выгравировал базовый телекинез на своем теле, это было что-то вроде невидимой татуировки в виде огромной магической формулы, три перьевых ручки парили по комнате, словно бумажные самолетики, предел моего телекинеза составлял 300 кг чистого металла, в книге сказано, предел базового телекинеза составляет 30 кг, если он хорошо сочетается с атрибутами мага или если это простой толчок, так что это было большим прогрессом, этого недостаточно, учитывая, что на это ушло две недели, но вполне удовлетворительно, разумеется усилена только эффективность, но до освоения еще далеко, можно даже сказать, что освоить его стало сложнее из-за повышения эффективности, хотя я тренировался с помощью понимания, я все еще с трудом мог писать перьевой ручкой, управляя ей с расстояния, я буду удовлетворен только тогда, когда смогу рисовать красивые изображения, с основами я закончил, я взял со стола книгу магия управления для начинающих, том 1, разница между базовым телекинезом и телекинезом для начинающих заключалась в количестве штрихов, которых было на 18 больше, базовый телекинез был магией, состоящей из 20 линий двух окружностей, а у телекинеза для начинающих было 38 линий и 3 окружности, конечно, мне нужно запомнить только 18 штрихов, а не 38, так как основная формула является базой для формулы для начинающих и новые штрихи добавляются к ней, однако толщина линий создает проблемы, займусь этим позже, телу нужно время, чтобы восстановиться, и если я немедленно перейду на уровень для начинающих, не овладев основами телекинеза, очевидно, что я не справлюсь, поэтому я взялся за другие задачи, основы магии металла, том 1, основы магии огня, том 1, основы магии земли, том 1, книги, описывающие эти элементы, и я мог изучать только ту магию, которая была совместима с типом управления, это был неожиданный побочный эффект, поскольку магия типа управления телекинез была выгравирована на всем моем теле, изучение магии, которая контрастировала бы с типом управления, негативно скажется на моем теле, например, призыв и духи контрастировали с управлением, поэтому я не мог их изучать, но я смог бы изучать такие типы, как податливость, поддержка, разрушение, именно в таком порядке, потому что их формулы были схожи с управлением, но в любом случае это не имело значения, Деклин был талантлив только в магии управления, поэтому на ней нужно было сосредоточиться, тук-тук, как раз когда я собирался открыть книгу, кто-то постучал в дверь, я опустил на стол парящие перьевые ручки и спросил, в чем дело, это Рой, господин, мак Аллен сообщил, что принес лекционные материалы, Аллен пришел, точно, первое занятие семестра начнется через 10 дней, в следующий четверг, я выйду через минуту, я переоделся с помощью телекинеза, ну, точнее попытался, когда я переодевал штаны, они постоянно парили по направлению к верхней части тела, поэтому пришлось надеть их самому, спустившись на первый этаж, я увидел, как Аллен и мои слуги ставят на пол большие коробки, это для моих лекций, да, материалы для первого семестра, сделал как обычно, под глазами Аллена были заметно темные круги, хотя причиной, по которой мне было его жалко, были не эти темные круги, а то радостное выражение лица, которое у него было после завершения работы, хорошая работа, у других профессоров башни магии было от 5 до 20 помощников, а у меня был только Аллен, в этом был виноват один лишь деклин, хорошо, тогда я пошел, я положил руку на плечо Аллена, когда он собирался уходить, ик, уже поздно, поужинай у меня, простите, нет, я, поужинай перед уходом, я кивнул в сторону слуги, после чего тот быстро повел Аллена в столовую, м, действительно не стоит, все в порядке, присаживайся, даже сам вид этой роскошной столовой, казалось, напугал Аллена, и он не мог пошевелиться, садись, ха хорошо, кушай, еда была подана довольно быстро, и даже для меня это был выдающийся пир, Аллен был ошеломлен на мгновение, но затем взялся за нож и вилку и приступил к приему пищи, уже очень поздно, так что оставайся здесь на ночь, простите, нет, я, я не позволю тебе отказаться, ах, ладно, час ночи, в тихом кабинете, где можно было слышать только тиканье секундной стрелки часов, я готовился к лекции, лекция, понимание магии элементов, благодаря материалам Аллена, сама по себе моя подготовка шла гладко, однако мне потребовалось 3 500 маны, чтобы просто понять половину первой лекции, и это было только начало, это означало, что мне придется тратить около 1 000 маны в неделю, чтобы одна лекция проходила гладко, хотя, к счастью, то, что я усвоил с помощью понимания, нелегко забыть, Аллен любезно записал только самое главное и смело исключил из текста то, что счел элементарным или бесполезным, набросав план, я проверил расписание, 9 дней, да, было далеко за полночь, так что до начала семестра оставалось всего 9 дней, до тех пор, как профессор Диклин, я должен был развить свои магические знания, я немного нервничал, потому что никогда не занимался обучением, но благодаря личностной системе быстро успокоился, также у меня была особенность устрашающая грация, которая заставит слушателей сосредоточиться на том, что я говорю, и упростит их понимание, конечно, я мог бы просто бросить профессуру, это было бы наиболее удобно, однако Диклин всегда был профессором в игре, другими словами, его должность может быть предпосылкой для побочных и основных квестов, я не должен преждевременно увольняться с работы, поскольку не представляю, что будет дальше, этого должно быть достаточно, я сложил рукописный план и положил его в конверт, для справки, на лекцию Диклина записались 150 студентов, что было максимумом, такая популярность была вызвана тем, что лекцию читал один из нескольких старших профессоров башни магии, в конце концов, чем лучше был лектор, тем проще было понять, маги, поступившие в башню магии, получают ранг дебютанты, только накопив достаточное количество магических кредитов за лекции, они могут получить ранг солда, что позволит им выбрать свой карьерный путь, за одну лекцию Диклина давалось 5 кредитов, а поскольку это была комбинация из трех лекций, популярность была гарантирована, даже если профессор был тем еще ублюдком, тук-тук, в три часа ночи был доставлен журнал мага, я оставлю его здесь, дворецкий постучал в дверь и сунул под дверь журнал, я поднес его к себе с помощью телекинеза и прочитал, журнал мага, особый выпуск, это был самый престижный журнал в мире магии, глядя на обложку, я вспомнил, как мне кто-то рассказывал, по мере того, как игроки повышают свою репутацию, их имена будут внесены в этот журнал, такие мелочи сделают эту игру увлекательной, Уджин, если ты начнешь как маг, разве ты не почувствуешь гордость за свои достижения, если увидишь в журнале свое имя, это воспоминание по какой-то причине заставило меня почувствовать ностальгию, благодаря этому я все еще помнил, что я Ким Уджин, посмотрим, что там, я открыл журнал, начинающий маг года, я сразу обратил внимание на этот раздел, забавно, если учесть, что моя компания стремилась получить игру года, начинающий маг года, награждается, Сильвия фон Юзефин Илиаде, атрибут происхождения, тип магии, специализированный, Сильвия, которая стала главой семьи Илиад в возрасте 17 лет, имеет в своем сердце три цвета происхождения, красный, синий и зеленый, эти три основных цвета также называются сотворением чудес, смешивая три этих цвета, можно достичь чего угодно, следовательно, Сильвия может создавать что угодно, пока у нее хватает маны, и то, что, как говорят, она обладает прирожденным благородством, ни в коем случае не является ложью, я знал это имя, светловолосая красавица с особенностью женщина величайшей красоты и наследница семьи Илиад, по влиянию сравнимой с семьей Юклайн, статус семьи Юклайн был все еще немного выше, но эта разница будет постепенно сокращаться благодаря персонажу по имени Сильвия, я стал перелистывать страницы, чтобы найти информацию о Диклине, Диклин, 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 в поисках своего имени я наткнулся на довольно большой раздел, старший профессор имперского университета, Диклин фон Грахан Юклайн, он выделялся в области магии элементов с раннего возраста и, окончив имперский университет, стал самым молодым старшим профессором в истории башни магии имперского университета, однако сейчас, когда его возраст перевалил за 30 лет, он все еще не добился никаких новых достижений, он по-прежнему работает над магией, о которой объявил три года назад, пора бы ему уже продемонстрировать то, чего он добился, если бы я был настоящим Диклином, я бы немедленно связался с редакцией журнала и воскликнул, что за чушь вы пишете, но они правы, на журнал мага не повлияли деньги или престиж семьи, более того, даже если мне передались некоторые черты личности Диклина, на самом деле я кимоджин, я довольно безразлично относился к этому и не чувствовал никакого давления, которое вынуждало бы меня проявить себя, не откусывай больше, чем можешь проглотить, я просто хочу прожить достаточно долго, чтобы понять, почему очутился в игре, уже 4 часа, когда я посмотрел на часы, я заметил, что сейчас 4 часа утра, поэтому пошел спать, в итоге я поспал, открыл глаза, а на часах было 6 утра, эффективность железного человека была действительно ошеломляющей, но это не всегда было хорошо, я хочу спать как минимум 6 часов, я всегда просыпался так рано, первые робкие лучи солнца касались земли и свет медленно проникал в комнату, этот томный пейзаж был умиротворяющим, но я не мог заснуть, даже если бы захотел, в конце концов, мой разум полностью проснулся, сонливость и усталость просто исчезли после пары часов сна, для меня, застрявшего в этой игре, 22 свободных часа в сутки было слишком много, лекция начнется в этот четверг, но я пришел в башню магии в понедельник, я намеревался посетить магическую тренировочную площадку для сотрудников, старший профессор Диклин, доступ разрешен, обучение было довольно простым, вам нужно было проходить уровни, используя магию, словно это была мини игра, игроки получают дополнительную особенность, когда проходит последний уровень, возможно эта система также применима ко мне, кроме того, используемая здесь магия обрабатывается, благодаря чему можно узнать свою магическую ауру, это я, Диклин, подтверждение, пожалуйста, выберите тип магии, который вы будете практиковать, я выбрал тип управления, телекинез, в воздухе появилось несколько точек, которые пересекались и замысловато двигались, уровень 1, управляя объектами с помощью телекинеза, поразите все цели, это было достаточно просто, я достал кинжал из внутреннего кармана, используя телекинез, кинжал красиво поплыл по воздуху, пронзая точки, я закончил первый уровень примерно за 2 минуты, уровень 2 увеличил количество точек вдвое, поэтому мне потребовалось 5 минут, уровень 3 представил уже не точки, а иллюзорных бабочек, на которых я потратил 15 минут, уровень 4 представил рой иллюзорных пчел, которые беспорядочно роились повсюду, и на них ушло 40 минут, в течение следующего часа я боролся с роем мошкары на уровне 5, прежде чем уйти, это тяжело, хотя приносит некоторое удовлетворение, когда добиваешься успеха, я израсходовал 2 500 маны, теперь, когда я сделал это, я должен был узнать ауру, проверка магической ауры, деклин фон грахан юклайн, у каждого мага была аура или, проще говоря, характер, например, жестокая, провокационная, взрывная, спокойная, переменчивая, манипулятивная, коварная, сдержанная, уверенная и т.д. Эта аура обычно соответствует характеру мага, что кажется чем-то второстепенным, но на удивление является важным, жестокая, провокационная и взрывная ауры, как правило, усиливают магию разрушения, в то время как манипулятивная и коварная усиливают эффект магии иллюзии или поддержки, а у меня, грациозная аура, ха, грация, большое значение уделяется достоинству и элегантности, проще говоря, это означает, что само использование магии преисполнено грацией и достоинством, кто бы сомневался, я усмехнулся, во многих отношениях эта аура очень подходила деклину жить, глава 7, профессор 2, глава 7, профессор 2, четверг, 20 марта 958 года по имперскому календарю, уровень 9 пройден, поздравляем, более высокие уровни отсутствуют, спасибо, я был сосредоточен на тренировках до самого дня лекции, я только что прошел все уровни, используя лишь базовый телекинез, и в качестве награды получил бонусную особенность, мастер телекинеза, ранг, обычный, описание, в результате интенсивных тренировок эффективность телекинеза была повышена на 11%, а расход маны снижен на 11%, описание было коротким, но я был очень рад, особенно мне нравился показатель 11%, по мере моего развития ценность этой особенности также будет расти, я уселся на стул в своем офисе и посмотрел на часы, 10 часов утра, лекция начиналась в 15 часов, у меня было много времени, и мне не нужно было рано идти в класс, я мог ждать до 15-30 и появиться, когда Аллен подаст мне сигнал, вот и все, мы подготовили тактику под названием первое занятие, самообучение, третий этаж университетской башни магии, и Фрин вздохнула, стоя перед входом в кабинет, фух, там был деклин, она должна будет находиться в одном помещении с деклином и слушать его лекцию, это было болезненно само по себе, но, вспомнит ли он, что произошло на той лекции месяц назад, нет, вспомнит ли он вообще мою фамилию, Луна, фамилия убитого им мага, если объект ее мести даже не запомнил эту фамилию, она, вероятно, разозлится еще больше, так что же делать, неужели ей придется напомнить ему о его злодеяниях, напряжение сводило ее с ума, и Фрин, чем ты тут занимаешься, услышав, что кто-то ее зовет, и Фрин очнулась от мыслей, одноклассница в манте и смотрела на нее с ухмылкой, о, я просто немного нервничаю, пошли, понимаю, я тоже, я отыскала некоторую информацию о деклине, похоже, он очень строгий, тем не менее, довольно красивый, и Фрин, которая слушала бормотание своей одноклассницы, обратила внимание на другую девушку, приближающуюся к ним по коридору, и на мгновение она потеряла дар речи, ох, с каждым шагом ее ухоженные светлые волосы переливались, словно золотой ручей, каждое ее движение было полно изящества, она была наследницей семьи, которая даже в иерархии дворян находилась на особенно высоком уровне, девушка из семьи Илиаде, считающейся одной из самых знатных семей империи, Сильвия, Сильвия фон Юзефин Илиаде, она уже знала, что эта возвышенная молодая дама была образцом для подражания для многих, но Ифрин заняла откровенно воинственную позу, она посмотрела на нее и облизнула губы языком, Ифрин недолюбливала Сильвию, это было не просто чувство неполноценности, у них были давние и тяжелые отношения, семья Луна правила Джухалле, частью территории Илиаде, с древних времен, они были сравнимы с давними родственниками, однако 10 лет назад, когда ей еще не стукнуло даже 8 лет, Ифрин хорошо запомнила взгляд Гильтиона, главы семьи Илиаде, их территориальные войска осадили особняк, чтобы избавиться от них, как от мешавшего им мусора, она помнила его голос, который звучал так, будто он разговаривал с людьми низшего сословия, все потому, что они опасались таланта ее семьи, однако здесь была не их территория, это башня магии, и сама Ифрин была уже не той маленькой девочкой, когда речь идет о таланте, она ни в чем не уступит этим ублюдкам, которые притворяются величайшими дворянами мира, прежде всего, семьи магов не имели значения в башне, к ним обращались только по имени и судили по талантам, следовательно, Сильвия краем глаза взглянула на Ифрин и, не замедляя шага, вошла прямиком внутрь, на ее лице не было никаких эмоций, ее взгляд был совершенно пустым, будто она вообще не знала человека по имени Ифрин, Ифрин была единственной, на чьем лице выражалось недовольство, она неловко почесала затылок и вошла внутрь, хэм, и потом растерялась, это был не класс, а просторный спортзал, потолок был невероятно высоким, и повсюду были разложены ведра с водой, куски дерева, земля, песок, гравий и груды металла, вот это да, это так профессор Диклин проводит занятия, это интересно, и не говори, ничего подобного в добытой информации я не видела, может, все дело в том, что это наше первое занятие, в отличие от Ифрин, которая была в полном замешательстве, другие маги проявляли любопытство, эй, ребята, посмотрите на это, один из магов указал в сторону, там было размещено объявление, профессор хочет оценить ваши навыки на первом занятии, здесь полно элементов, вы можете делать с ними все, что захотите, а, прочитав объявление, Ифрин нахмурилась, это еще что, что надо делать, и почему нужно заниматься этим самостоятельно, однако другим магам эта странная ситуация, похоже, была знакома, наверное, в академии было много таких занятий, да, я не знала об этом, потому что обучалась сама, а, неужели, пробормотал маг рядом с ней, который будто что-то осознал, она обернулась и увидела парня по имени Гехарон, это был сын известного мага, Ифрин тут же подкралась к нему, в чем дело, что ты понял, Хэм, ох, я думаю, что-то вроде этого, Гехарон коснулся земли, после этого вода и земля начали вращаться вокруг его руки, в итоге образовав башню из грязи, он хочет, чтобы мы экспериментировали, этот курс называется понимание магии элементов, разве это не значит, что мы должны создавать что-то из доступных элементов, речь идет об обращении с чистыми элементами, о, точно, большинство магов, включая Ифрин, согласились со словами Гехарона, это соответствовало названию курса, тогда это будет легко, Ифрин скрестила руки на груди и усмехнулась, стоит ли сделать статую, или сделать башню, они могли делать все, что им вздумается, Ифрин взглянула на браслет, висевший у нее на запястье, это был артефакт, который ей однажды подарил отец, он стал атрибутом мага по имени Ифрин, так называемый сосуд, атрибут, который с одной стороны ограничивает мага, но с другой стороны предоставляет ему максимальные возможности, пока у нее был этот браслет, она могла свободно манипулировать всеми элементами, решено, Ифрин, раздумывая, какой элемент выбрать, подошла к груди металла, когда она присела на корточке, чтобы подготовить магию, кто-то задел ее, проходя мимо, эй, какого черта, почти упав на груду металла, она оглянулась, это была Сильвия, она оставила Ифрин позади, словно мусор на обочине дороги, как смешно, она специально это сделала, у нее глаз нет или ходить разучилась, Ифрин надулась и проворчала про себя, затем, шмыгнув носом, она собрала куски металла и сгребла их поближе, ух, тяжелые, она прислонила ладони к металлу и глубоко вздохнула, чтобы подготовить свое тело, затем, закрыв глаза, она высвободила ману, мана полетела, словно искры, браслет на руке светился синим цветом, небольшая уродливая башня начала возвышаться над полом, хэм, прошло всего три года с тех пор, как она снова занялась магией, так что ей не хватало мастерства, тем не менее, в качестве демонстрации навыков этого было достаточно, теперь, когда я воздвигла базовую конструкцию, надо сделать ее как можно выше, в этот момент размер башни, которую она начала строить, внезапно стал уменьшаться, что, куда, она попыталась заблокировать улетающие в сторону куски металла руками, но ничего не вышло, хэм, Сильвия, она поглощала ее башню ради материалов для создания собственной статуи, извини, но что ты делаешь, я ведь только-только воздвигла свою башню, сказала Эфрин, подойдя к ней, Сильвия просто посмотрела на нее и несколько раз моргнула, затем она ответила томным голосом, виновата, я приняла ее за груду металла, что, лоб Эфрин наморщился, как ни погляди, моя башня не была похожа на груду металла, стоп, некая мысль промелькнула у нее в голове, так что она торжествующе улыбнулась, прежде чем спросить, ох, Сильвия, так ты меня помнишь, Сильвия не ответила и просто посмотрела на воздвигнутую статую, с объективной точки зрения она была намного лучше, чем конструкция Эфрин, тук-тук, есть кто дома, ты ведь меня знаешь, так зачем притворяешься, будто это не так, только тогда взгляд Сильвии переместился на Эфрин, за этими глазами не скрывалось никаких эмоций, нет, она просто притворилась, что их нет, Эфрин ухмыльнулась, прикрыв рот рукой, ее прищуренные глаза напоминали глаза лисы, ага теперь понятно ты боишься, что я тебя догоню, мне пришлось уехать 10 лет назад, а обучаться я начала только 3 года назад, а ты тем временем, должно быть, получила лучшие образования от высокопоставленных магов, но тебе стало страшно, Сильвия лишь молча смотрела на Эфрин, ее взгляд был еще тяжелее, чем раньше, хотя она по-прежнему не раскрывала своих эмоций, влажные губы Сильвии скривились, когда она коротко сказала, я тебя не знаю, неужели, зачем ты врешь, ты говоришь со мной неформально, к чему эта надменность, если ты меня не знаешь, тебя я не знаю, но я знаю твоего отца, что, на мгновение Эфрин подумала, что она ослышалась, твоего отца, этот высокомерный, никчемный дворянин, который умер, ее голос даже не дрогнул, когда она это сказала, она будто говорила о чем-то неводушевленном, не имеющем значения, в ее голосе было нечто большее, чем презрение, равнодушие, внутри Эфрин словно что-то оборвалось, Сильвия уже развернулась, когда Эфрин зарядила браслет Маной, Эфрин в ярости протянула руку в сторону Сильвии, Мана собралась в форму кольца, эй, позади, услышав чей-то крик, Сильвия обернулась, в ее сторону вырвался поток магии, но Сильвия просто заблокировала его, высвободив свою Ману, две магические силы столкнулись и нейтрализовали друг друга, эй, эй, сука, что ты только что сказала, повтори еще раз, Эфрин выругалась, брызжа слюной, это было худшее поведение, которое только можно было представить в этом мире, Сильвия посмотрела на нее, как бы говоря, что и следовало от тебя ожидать, какая наглость, наглость, разве ты не знаешь, что в башне чья-либо семья не имеет значения, хочешь, я покажу тебе что-то более наглое, даже Сильвия не ожидала того, что случилось потом, Эфрин подскочила к Сильвии и схватила ее за волосы, схватившись руками за голову, Сильвия равнодушно сказала, отпусти, пока я не отрубила тебе руки, попробуй, ты меня слышала, сука, они устроили скандал, но, как ни странно, люди вокруг смотрели совсем в другом направлении, Эй, 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 что это, в зале поднялся шум, люди с криком начали разбегаться в стороны, только тогда Сильвия и Эфрин оглянулись, а, на месте столкновения двух магических сил образовалась пустота, дыра, в которой переплелись обе магические силы, и она всасывала в себя землю, песок, дерево, воду, гравий и металл, разбросанные повсюду, что это, все, что попадало туда, мгновенно измельчалось, только металл сохранял форму, но при этом раскалялся до красна, взорвется, сейчас взорвется, бегите, мана, концентрируясь в одной точке, в какой-то момент взорвется, разбросав металл, это будет сравнимо с градом пуль, выпущенных во все стороны, маги, предвидевшие эту катастрофу, быстро воздвигли барьеры, раздался зловещий звук, будто что-то разрывалось на части, это был звук сдавливаемого металла, затем прогремел взрыв, КХ, Эфрин плотно закрыла глаза, барьер, который она создала с помощью браслета, облачил все ее тело, она молилась и дрожала, как новорожденный цыпленок, и в ша-ша-ша-ша, ее окатила волна воздуха, а затем все прекратилось, один секунда, два секунды, три секунды, четыре секунды, сколько бы она ни ждала, удара, к которому она готовилась, не произошло, дрожавшая Эфрин медленно открыла глаза, ах, и застыла от шока, прямо перед ее глазами парил острый кусок металла, но это было действительно странно, он просто замер в воздухе, в чем дело, и так было не только с ней, а повсюду, разорванный металл парил в воздухе, будто гравитация исчезла, словно астероиды в космосе, они просто плыли вокруг, вздохи облегчения разошлись по залу, пока маги, сердца которых почти остановились, оглядывались вокруг, никто ничего не говорил, это был мир, в котором металлические осколки, разлетевшиеся в результате взрыва маны, парили вокруг, словно облака, это чудо, которое нельзя описать словами, было поистине волшебным, это ты сделала, спросила Эфрину Сильвии, тем не менее, Сильвия впервые проявила эмоции на лице с тех пор, как Эфрин увидела ее сегодня, удивление и шок, телекинез, этого не может быть, кто мог остановить так много объектов с помощью обычного телекинеза, ну, я просто предположила, поскольку это было такое загадочное явление, все маги пытались разобраться в ситуации, они были настолько погружены в анализ этой магии, что быстро забыли о той ужасной ситуации, в которой они находились раньше, они попытались проверить металл, коснувшись его или внедрив в него свою ману, но в этот момент, не двигайтесь с места, никто, холодный голос эхом разнесся по залу, этот резкий тон заставил всех магов застыть, топ, 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 после этого раздался устрашающий звук шагов, маги сглотнули слюну, ощутив давление, на их спинах выступил холодный пот, никто не двигался, будто корни деревьев опутали их ноги, внимание, одно слово управляло сразу 150 магами, все повернулись в одну сторону, там был профессор, устроивший это занятие, это был деклин, вы вытворили нечто действительно глупое, он смотрел на магов, словно хищная птица на свою добычу, эти проницательные голубые глаза, казалось, завладели сердцами новичков, и в этот момент, бесчисленные металлические осколки красиво выстроились в ряд, словно в танце, прежде чем упали на пол позади профессора, за все это время деклин не пошевелил ни пальцем, вот это да, а во, отовсюду послышались восторженные возгласы, даже Эфрин, ненавидевшая деклина, не могла не признать этого, его магия была грациозной, нет, это было нечто большее, чем грация, обычные люди могли подумать об этом как о красивой магии, думая, что он приложил немного усилий или что-то в этом роде, однако маги, которые обучались этому, ясно понимали, это была ужасающе эффективная и пугающе красивая магия управления, этого было достаточно, чтобы они задумались, достигну ли я когда-нибудь такого уровня, придется прервать занятия, останутся только те, кто вызвал это переполох, остальные могут идти, волнение быстро утихло, все поклонились перед деклином и вышли из зала, что, в чем дело, я почувствовала большой выброс магической энергии, это была председатель правления, она прибежала, чтобы узнать, что тут произошло, в этот момент Эфрин поняла, что ей крышка жить, глава 8, профессор 3, глава 8, профессор 3, подземелье башни магии, комната для допросов дисциплинарного комитета, от которой мурашки шли по коже, в этой комнате решались вопросы о дисциплинарных взысканиях, по одну сторону стеклянной стены стояли стулья для семи членов дисциплинарного комитета, ответственных за вынесение решения, а провинившиеся располагались по другую сторону.